Приветствую вас! На мой взгляд, основным вашим конфликтом является то, что вы пытаетесь подавить в себе те мысли, которые у вас появляются. То есть, вы считаете, что быть их у вас не должно. Ну, не должно быть у вас мыслей, которые вы слышите. И ваш вопрос, запрос точнее, поделиться советом, как избавиться от этих мыслей, чтобы они больше не появлялись, наглядно показывает, что вы себе запрещаете. Ну, думать об этом, хотеть этого, соответственно, чувства, которые стоят за этими мыслями, также подавляются. И вот, что здесь нужно понять, в первую очередь, что здесь нужно понять, так это то, что от мыслей ваших избавляться не нужно. Именно избавляться не нужно. Их нужно раскрывать. Их нужно переводить. Из раздела, значит, ну, из раздела бессознательного в раздел сознательного. То есть, то есть, чтобы вы понимали, с чем вы имеете дело, чтобы вы отдавали себе отчет в том, с чем вы столкнулись. И успешно реализовывать то, что, собственно говоря, вам хочется, то, что вам нужно, то, чего вы желаете. Вот и все. Вот и все. Так тогда, тогда мыслей у вас не будет. Потому что, откуда им взяться будет, если вы реализуете то, что, ну, что вам хочется. Откуда? Ладно. Вот. Но для этого, для того, чтобы это стало реальностью, для этого нужно себе разрешить. Для этого нужно себе разрешить. Нужно разрешить себе хотеть, вот, того, что вы хотите. И только тогда вы сможете добиться ухода этих самых мыслей. Смотрите. Почему они у вас появляются? Мыслей. Появляются они у вас не случайно. Появляются они у вас, потому что вы пытаетесь запретить себе их. Но сами себе вы запрещаете что-то вряд ли. Это вряд ли запрет идет именно от вас. Скорее всего, вы по ряду причин считаете, что чего-то быть у вас не должно. Ну, то есть каких-то мыслей, желаний. Вот вы говорите, что у вас пошлые мысли. Вот. У этого тоже есть причины, почему возникают именно пошлые мысли. то есть это, как правило, отражение желаний, вот, которые есть у нас. Все это, все это нужно исследовать. Как вы могли заметить, запрет мыслей ни к чему хорошему не приводит. Ну, на самом деле он и не может ни к чему привести к хорошему. Потому что это подавление, это не свобода. И, соответственно, для вас это путь в никуда. Ну, на самом деле. Ну, никуда. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Значит. Исходя из этого, Давайте попробуем подумать, откуда взялся запрет на определенного рода мысли. Давайте попробуем подумать, почему вы сами себе прерываете ход своих мыслей, пытаетесь о них не думать, почему вы считаете их плохими. Откуда у вас, откуда у вас взялась вот эта вот идея. Да, идея о том, что данной мысли, данных мыслей у вас быть не должно. И подумайте также еще о том, что вы в себе подавляетесь. То есть, какие чувства вы в себе подавляете, какие эмоции вы себе запрещаете проявлять. Вот. А я думаю, я думаю, что с этого можно начать вашу, ну, индивидуальную работу. Я думаю, что именно с этого навязчивые мысли, которые у вас имеют место быть, это всегда следствие запрета. Запрет. Снимем и мыслим быть уже просто-напросто. Будет незачем с вами. Вот. Вот. А так, то, что вы делаете сейчас, это пытаетесь, вы пытаетесь, образно говоря, обесценить то, что вы хотите. Ну, обесценивать то вы можете, конечно, конечно, обесценить можете, но желаний то от этого меньше не становится. От того, что вы обесцениваете их. Поэтому решать вам, либо вы будете бежать от самого себя, либо, наконец, увидите, что все ваши желания, это, в общем-то, естественно и нормально. Вот. Ну, что это, там, форма, форма, конечно, может быть, немножко не такой, да, но форма, опять же, форма реализации желания может корректироваться. Вот. Но желания в сути своей, именно в сути своей, желания никуда не денутся. Вот. И, поэтому, настоятельно вам рекомендую на этой позиции закрепиться. Вот. То есть, не избавляться, да, от чего-то, не пытаться забыть, а наоборот, раскрыть себя этому. Позволить этому пройти через себя. Вот. И увидеть для себя, как можно это все реализовать. Познать, так сказать, гармоничность своего ощущения и ощущения мира. Вот. Вот. Вот, то, что можно вам сказать. Знаете, другого способа, другого способа просто нет. Вот вы говорите, что за последнее время столкнулась с такой проблемой, как плохие мысли. Знаете, то есть, может быть проблема менее глобально для вас. Ну, в том плане, что, может быть, эти плохие мысли появились только вот недавно, да. Вот. И столько как реакции на какие-то события. Если это так, то ситуация еще более проще, потому что если какая-то история выбила вас из колеи, да, если какая-то история выбила вас из колеи, то ее можно проработать. Вот. Вот. И все. И, собственно, проблем никаких вообще не будет тогда. Вот вы говорите, как делитесь советом. А вы-то сами, Оксана, что готовы делать для того, чтобы эти мысли ушли? Вот. У меня такое ощущение, что вы просто хотите ответов. Вы не готовы к реальной работе. Знаете? С собой. Смотрите. Вы пишите. Вот, например, смотрел фильм. Так, смотрел фильм. На 101-й раз насчет этого фильма появились какие-то плохие мысли. Какие мысли? С чем они связаны? Что вы думаете об этом? И вроде как даже глупо и навязчиво. Глупость это обесценивание. Обесценивание, как я уже сказал, это чужеродные мысли, которые не связаны непосредственно с вами. Это скорее интроекты. То есть то, что вы приняли непосредственно вот людей. Ну, других людей. А навязчиво, это означает, что это для вас очень важно. То есть вы хотите чего-то. Вам что-то нужно. Вот. Непонятно, как можно было вообще до такого додуматься. Ведь смотрел и раньше не додумывался. А теперь непонятно, откуда взяли эти мысли. Это нужно анализировать. Нужно вот по чувствам идти, 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 идти. Да, то есть это можно делать вот с психологом. Можно идти по чувствам. И вы придёте к тому, чего вы хотите. Вот у меня появились какие-то, вот и у меня появились какие-то пошлые и просто нехорошие мысли. И появились они от фильмов под газом СССР. А что значит пошлые? Что значит нехорошие? Раскройте их содержание лучше. Понимаете, вот вы не готовы, по-моему, к индивидуальной работе. Вот вы просто раскрыли как бы верхний час, да, а вглубь не ушли. То есть не углубляйтесь. Даже не раскрывайте содержание мыслей. Вот. Я пытаюсь их забыть, но не получается. Забыть нельзя. Это очень инфантильная и детская традиция. Забыть не получится. Если это возникло, это значит что-то нужно. Забыть нельзя, но можно, а, интегрировать это всё в вашей личности, и, б, изменить к этому отношение, чтобы, ну, чтобы это не вызывало негативных, негативных у вас эмоций. Значит, ещё один момент, это разрешить их себе. То есть через определённую работу. Вот. Дальше. Я начинаю отвлекаться себя от мыслей, кем-то занятия. Ну, то есть избегайте. Вот вообще, наверное, ваша позиция, частая позиция по жизни, что вы отвлекаете себя. То есть не решаете проблему, как она есть, а отвлекаете себя. Ну, можно отвлекать себя. Да, можно. А дальше что? Ну, в смысле, а что это даст? Временное облегчение? Да, возможно. Правда, не всегда. Что ещё это может дать? Знаете, какая история? Но, если вы себя отвлекаете, то это тоже определённая позиция. То есть вы, как бы, считаете возможным для себя, вы считаете возможным для себя отвлечение. Настолько хорошо, вот, вы к себе относитесь. Настолько вы себя любите, насколько вы себя принимаете, видимо, таким или такой, я не очень понял, какой вы, понимаете? Вот. Ну и, естественно, на мой взгляд, да, естественно, что здесь нужно менять именно вот то, как вы к себе относитесь, в первую очередь. В первую очередь, как вы к себе относитесь. То есть перестать обесценивать и воспринимать как, ну, как действительно важнее вот то, что с вами происходит. Ну, то, что имеет место быть. И только вот через этот путь навязчивые мысли уйдут. Потому что навязчивые мысли – это сигнал. Сигнал вашего подсознания. Она говорит, эй, хозяин, ты про нас забыл. Совсем. Ну, например, например, ты про нас забыл. Или там, эй, хозяин, там, обрати внимание свое, ну, на какие-то вещи. Вот. Это работает вот именно так. И никак иначе. И пока вы сами о себе заботиться не начнете, да, а ведь забота о себе – это не отличие от проблем. Ну, забота о себе – это именно вот задача. Что со мной что-то происходит, да, просто со мной что-то происходит. Ну, что-то, что-то непонятно, что-то странно, что-то такое вот. Ну, может быть, болезненно, например, даже, да, вот. И я, вот, как бы, чувствуя, что это что-то происходит, я, как бы, себе говорю, говорю, о, так, может быть, мне стоит пересмотреть там. Свою какую-то позицию. Вот. Потому что, ну, может быть, я что-то делаю что-то не так. Вот. Вот. Может такое быть, например. Да. Вполне. Вот. А избегание в данном случае – это, ну, то, 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 что делаете вы. Это в данном случае не забота, это игнорирование. Это игнорирование. Игнорирование. А, ну, себя. Вот. Понимаете? Какая история. Поэтому, я рекомендую, я рекомендую, вот, именно, от этой позиции, да, вам отойти от позиции отвлечения. Потому как, ну, ничего хорошего из этого для вас, там, к сожалению, не будет. Вот. Через отвлечения, ну, у вас будет, у вас будет через отвлечения накапливаться неудовлетворение, да, мысли будут все сильнее, сильнее. И, по итогу, это может привести, ну, к тому, что вы, а, например, допустим, заболеете, по итогу. Что-то, такая вот, может быть, неприятная история. Вот. Или взорветесь. Чтобы однажды эти мысли найдут какой-то выход. И вы просто ничего не сможете сделать с ними. С мыслями этим. Дальше. Так. Значит, потом посмотришь на фото или на что-нибудь еще, и напомнит оно о плохих мыслях. Ну, вот. Ага. Понимаете? Вот. В психологии, да, в психологии, подобная позиция, подобная позиция именно, она называется расщеплением. То есть, когда человек, вот он как бы говорит, да, что там, ну, что это плохо, он как бы считает, он как бы считает, что какие-то вещи плохие. Вот. Вот. Это расщепление, в психологии называется. Расщепление, это, ну, по сути, может быть, следствием анти-сценария в жизни человека. Вот. А может быть, средством защиты человека от каких-то проблем. потому что, вот, само понятие, само понятие плохой, да, когда вы говорите, что там, что-то плохое, вот, само понятие, оно уже является очень деструктивным. Потому что, кто-то определяет, что, что-то, что-то плохо, что-то говорит, что-то, вот, вот, это плохо. Например, но не всё то, что плохо, а, например, там, допустим, для человека, да, для человека, вот, не всё то, что плохо для человека является плохим для общества, для других. И наоборот, так, поэтому, то, что, то, что, ну, вот, вы, например, ну, например, вы, то, что вы, например, считаете плохим, да, просто, ну, может быть плохим, необходимо подвергать критики, на самом деле. Что-то, нужно критика. Нужна критика. Насколько плохо? Чем плохо? Чем это именно мне, как бы, плохо? Ну, то есть, это не детская такая позиция, что это, вот, плохо и всё. А должно быть, дано объяснение. Объяснение. Почему это плохо? Да? Почему я считаю, что это плохо? Вот. И так далее. То есть, ну, как бы, это более взрослая такая, опять же, позиция, на самом деле. Уже. Знаете? Знаете? И вам, вам надо стремиться к этому. То есть, это конструктивный, конструктивный образец. То есть, вы можете оставаться в своём состоянии, который вас сейчас говорит, что это плохо, это хорошо. Можно. Тут как бы, как бы, без проблем вообще. Но. 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 История такая. История. Именно история. Такая. Что будете страдать. Будет вам тяжело. И, в итоге, вы не будете счастливы. Потому что, ну, это плохо, но я же этого хочу. И всё, и расщепление. Вот. Начало. Вот. Ну, как бы. Началось. А расщепление, расщепление, находиться очень тяжело. Вот. С точки зрения, вот. Состояния. Вот. И вы, соответственно, либо, на что-то, убежите перед этим состоянием. Как раз, вот. В отвлечению. Да? То есть, в то, на что вы отвлекаетесь. Либо вы убежите в этом состоянии. Либо вы рационализируете всё. Будете рационализировать. Либо будете себя обвинять. Потому что, вы расщепление будете очень сложно. У вас, вот. С одной стороны, у вас мысли, да? О том, что, вот. Ну, что я чего-то хочу. Что мне, там, что-то нужно. Что у меня, там, есть какие-то бобретности, там, и так далее, да? То есть, это всё, вот, с одной, как бы, страны, страны. Вот. А, с другой стороны, что происходит? Что это плохо? Вот. Что так нельзя? Что это пошло? Такие мысли вот никак. Ладно. Вот. Вот. И всё. И человек в этом состоянии не выживает. То есть, он, именно что, выживает постоянно. То есть, тут, вообще, о каких идёт речь, о, там, достижениях, развитии, там, и так далее. Вот. Тут, как бы, выживает, ну, надо. Тут, как бы, постоянно борьба идёт внутренняя. Вот. Вот о чём, вообще, говорить. Можно. Снимается. Поэтому, вот, в данном, ну, этот аспект можно описать именно так. Который я сейчас, описываю. Так, а, значит, дальше. Хотелось бы, чтобы они вообще исчезли, как будто их не было. Ну, это именно детская позиция. Вот. С точки зрения психологии, да, это детская позиция. Потому что, хотите, чтобы было как раньше? То есть, игнорируйте, грубо говоря, развитие. Игнорируйте, грубо говоря, то, что, вот, как бы, ну, происходит. Игнорируйте это всё. Ну, так, а это же, как бы, ну, с вами происходит. Игнорируйте это. Это же вы. Когда мыслей нет таких, вроде бы, да, иллюзия, что всё хорошо. Но это, к сожалению, именно только что иллюзия. Это вот только иллюзия. Это не на самом деле. Либо вы это поймёте, либо нет. Либо вы это поймёте для себя и, ну, откорректируете своё поведение. Либо ситуация так и будет негативно на вас сказываться. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, поймите, что без индивидуальной работы здесь, как бы, не обойтись. Это вот, ну, хотя бы две-три консультации, чтобы вам проанализировать свои чувства, чтобы вам там какие-то задания дать, чтобы понять, в чём вообще проблема. Вот. То есть так вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи.